В правительстве региона сегодня обсуждались актуальные вопросы развития местного самоуправления. Совещание провел губернатор Сергей Митин. Участие в нем приняли главы районов, городских и сельских поселений, руководители муниципальных дум и советов. Выполнение государственных полномочий в Новгородской области возложено на десятки тысяч чиновников федерального областного и муниципального уровней. Именно от их эффективности зависит благосостояние жителей региона, работа медицинских, образовательных, спортивных и других учреждений, а также выполнение социальных обязательств, реализация государственных программ, законов и указов. И финансируется эта работа по большей части из областной казны. На эти цели ежегодно направляется 90% средств. Основой этого бюджета является доходная составляющая, часть, которая прямо пропорциональна развитию экономики на территории области. Если говорить о нашей области, то основная составляющая бюджета составляют налоги на доходы физических лиц. Чем больше люди зарабатывают заработную плату, тем больше это составляющая. За 8 месяцев нынешнего года доходная часть бюджета увеличилась на 19%. Динамичный рост наблюдался и в прошлые годы в связи с открытием новых предприятий, сельхозорганизаций, объектов торговли. К слову, за 9 лет ВРП региона вырос в 2,5 раза. Инвестиции в основной капитал превысили 400 миллиардов рублей. Свидетельство динамичного развития экономики – приход именно к нам, известных мировых брендов. Ведь именно нашу область мебельный гигант Икеа выбрал партнером для реализации своего инвест-проекта. Всего же в регионе работают 185 производств с иностранным участием. Стабильные темпы роста основных экономических показателей позволяют вкладывать деньги в строительство важных объектов, таких как больница в Любытине, детский сад в Шимске, физкультурные комплексы в Акуловке, Малой Вишере и Крестцах. Кроме того, началось строительство школы в Великом Новгороде и поликлиники в поселке Панковка. Все это становится возможным при реализации закона о бюджете на текущий год по выполнению всех экономических показателей получения дополнительных доходов в виде налога. Отсюда и задачи, которые мы видим перед правительством, перед органами муниципальной власти на местах, как можно больше развивать экономику. Но открытие новых производств объектов спорта, культуры, здравоохранения, образования и торговли невозможно без создания необходимой инфраструктуры. Этой теме был посвящен один из вопросов заседания. Речь шла об освоении органами местного самоуправления субсидий из регионального дорожного фонда. Они предоставляются с 2014 года, и их объемы ежегодно растут. В эти дни ремонтные работы идут практически по всей области. Уже сейчас ряд муниципалитетов полностью освоил выделенные средства. Среди лидеров Парфенские и Старорусские районы, а также поселения Ботецкого и Волотовского. Особое внимание главам районов рекомендовано обратить на контроль за качеством ремонтных работ. В первую очередь это касается заключения договоров с Новгородавтодором на проведение испытаний дорожных материалов и конструкций. Также в рамках совещания члены правительства и главы муниципалитетов обсудили тему предоставления земельных участков льготникам для индивидуального строительства, переход к новому порядку проведения кадастровой оценки и другие вопросы. Елена Казакова, Илья Круглов, Новости, Новгородское областное телевидение.